Он поступился к карьеру управленца, чтобы открыть сибирякам славную военную историю предков Юрия Фабрика. И не предполагал, что станет человеком легенды. Теперь его знают в разных уголках России. А недавно Юрия Аркадьевича отметили знаком за заслуги перед Новосибирской областью. Тему продолжит Константин Клещин. Более двух десятков книг по военной истории Сибири, причем на самые разные темы. Таков багаж Юрия Фабрики за 30 лет. Но зато сибирякам теперь доступна уникальная информация о прошлом. От казачества до трудового подвига жителей в тылу в годы Великой Отечественной войны. Даже сегодня мы часто поем песни кубанских казаков, донских казаков, а сибирских казаков. Вот я 7 лет искал и нашел песни сибирских казаков. Чтобы представить эти уникальные знания, Юрий Аркадьевич в 92-м году отказался от должности руководителя областного общества знаний и устраивается сотрудником музея Сибирского военного округа, где есть возможность пользоваться фондами закрытой части библиотеки Дома офицеров. Я был просто потрясен. Сейчас уже это можно. Во всяком случае, до этого никто не знал. Я, естественно, тоже, что здесь находился спецхрам. Это раздел библиотеки, в котором находились книги, в советское время считавшиеся идеологически вредными, были недоступными широкому читателю. Чуть ее педагога-историка не подвело. Фабрика прикоснулся к уникальным изданиям. Например, военный сборник. Его издавали для офицеров императорской армии с середины 19 века, печатая о последних достижениях отечественной и зарубежной военной науки. А материалы по реформированию армии Александром II и вовсе потрясли. И уже в первой книге Юрий Фабрика доказал, что сибирский военный округ гораздо старше, чем было принято считать. А еще, например, никому и в голову не пришло искать роль сибиряков в войне с Наполеоном. Но они были прибородено. Происхождение своего не стеснялись, подчеркивали названием дивизии. Сражались героически. В своих книгах я провожу эту идею о том, что надо одинаково бережно относиться и к дореволюционному прошлому, равно как и относиться и к советскому, недавнему, прошлому. Я всегда говорю, что мы сами оттуда, из советского времени, наши родители оттуда. Все, что было сделано в то время, это их поколение, их опыт, и он для нас бесценен. Гонорар за первую книгу Юрий Аркадьевич до дома не донес, раздал за долги. Не обогатился автор и на последующих изданиях. Более того, отдал в музей семейный раритет, скрипку именитого мастера позапрошлого века. Она принадлежала тестью Юрия Фабрики, участнику Первой мировой войны. Сегодня историка удостоили знаком за заслуги перед Новосибирской областью. Константин Клещин, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok